Всем привет! Тинцзинь – один из четырех городов центрального подчинения Китайской Народной Республики. Городская зона Тинцзинь является третьей по величине в континентальном Китае. Население – 13,866 тысячных миллиона человек. По данным переписи 2020 года. Площадь 11,943 километра, ВВП – 750 миллиард юаней. 2009. Тинцзинь относится к северному Китаю, располагается вдоль Бахайского залива, на северной оконечности Великого Китайского канала, который связан с реками Хуанхэ и Янцзы. С севера, юга и запада Тинцзинь граничит с провинцией Хэбэй, селом территории Пекина на северо-западе. Село востока территория Тинцзинь омывается Бахайским заливом. С Пекином, который расположен в 96 километрах к северо-западу, Тинцзинь соединен высокоскоростной железной дорогой. Площадь Тинцзинь – 11,943 километра. 31 место. Городская зона расположена вдоль реки Хайхэ. Порты Тинцзинь расположены на некотором отдалении от городской зоны на берегу Бахайского залива Тихого океана. Несмотря на близость желтого моря, климат в Тинцзинь и континентальный, с резкими перепадами температуры. Тинцзинь является южным городом, находясь на 39-й параллели, что примерно соответствует широте Афин, Мадрида и Ашхабада. Однако климат Тинцзинь и похож на климат Дальнего Востока России и Кореи, имея резко выраженный муссонный характер. Зимой дуют холодные северные ветры с Сибири, летом – южные ветры с Южно-Китайского моря, принося жаркую душную погоду с большим количеством осадков. Климат Тинцзинь является семиоридным с элементами влажного континентального климата. В Тинцзинь выражены все четыре сезона. Зима в Тинцзинь короткая и сухая, наиболее холодными месяцами являются декабрь и январь, так как эти месяцы с минимальным количеством солнечной радиации. Средняя температура января составляет 3,3 Си. Однако снег очень редок, и зима практически всегда бесснежная. Весна наступает в конце февраля и длится до конца апреля. Весна сухая и иногда сопровождается возвратами холодов или летней жарой. Резкая смена погоды наступает в мае, когда приходит муссон. Наступает влажное, душное и жаркое лето. Наиболее жарким месяцем является июль, хотя абсолютный максимум – плюс 42,0 Си – был зафиксирован в июне. В июле и августе наступает аномально высокое количество осадков, и муссон достигает максимума. В сентябре число осадков постепенно начинает сокращаться, а лето длится до конца первой декады октября. Осень иногда приносит сухую и теплую погоду, но в среднем короткая и переходит в зиму. Заморозки обычно приходят в ноябре, а среднесуточная температура становится отрицательной в конце первой декады декабря. До империи Сундалина Хайхэ была слабо заселена. В XII веке здесь возникают склады для зерна и других продуктов Центрального и Южного Китая, которые отсюда распределялись по северным регионам страны. При империи Юань в районе Тинцзини были устроены соливарни. Перенос столицы из Нанкина в Пекин привел к быстрому росту поселения, которое было укреплено и получило в 1368 году название охраны небесного брода. Город стал воротами в Пекин для всего населения Южного и Центрального Китая. Европейцев восхищали новопостроенные храмы города и окружавшая его стена высотой 7,6 метра. Расположение на крайней северной точке Великого канала благоприятствовало развитию города при империи Цин. С каждым десятилетиям возрастал грузопоток. Привозимые со всего Китая по каналам товары перегружались здесь на телеге для транспортировки в столицу. Изменения русла Хайхэ и засорение канала нанесли удар по экономическому значению Тинцзини в 19 столетии. Он становится резиденцией могущественного цинского сановника, наместника Чжили. В связи с этим именно здесь были подписаны такие неравные договоры, как Тинцзинский русско-китайский трактат 1858 и Тинцзинский договор 1885. Во время Второй опиумной войны Тинцзинь подвергся бомбардировке англичан и французов. Китайское правительство вынуждено было пойти на уступки, одной из которых было предоставление иностранцам концессий в Тинцзине. В 1885 году в городе было открыто Бэнское военное училище. К концу 19 века рядом со старым китайским городом выросли современные европейские кварталы. В городе были сильны националистические настроения, католический собор и приют не раз подвергались вооруженным нападениям. Когда в 1900 году разразилось Ихэтуанское восстание, в город вновь вошли иностранные армии. До 1919 года в городе располагалось почтовое отделение Российской империи. После гражданской войны в России в ноябре 1922 года в Тинцзине оказалось много русских офицеров и казаков, а также членов их семей. На 1929 год в русской национальной общине Тинцзине насчитывалось 570 человек. Имелась русская больница, церковно-приходская школа, ночлежный дом, хор и украинское общество для постановки спектаклей. По состоянию на конец 2009 года, население города центрального подчинения Тинцзинь составляло 14 миллионов 425 тысяч человек, из которых постоянно проживало на территории города 9,8 миллиона человек. Постоянно проживающих, Хукул. Среди Хукул, 5,99 миллиона были городскими жителями, 3,81 миллиона. Сельскими. По прогнозам, население будет расти до отметки в 14 миллионах, из которых 11,5 миллиона будут городскими жителями. Большинство населения – ханьцы, однако в городе проживают 51 из 55 зарегистрированных на территории КНР малых народностей. В основном они представлены хуэйцами, корейцами, маньчжурами и монголами. Как и в других районах КНР, для Тинцзине характерно наличие управленческой связки партия правительства. Глава правительства города Тинцзине, мэр города Тинцзине. В Тинцзине расположена штаб 24-й истребительной авиадивизии, инженерная академия транспорта НААК, училище тыловой МС и Национальный центр океанских технологий. Разработка подводных и надводных боевых роботов. В 20 веке Тинцзинь стал локомотивом китайской индустриализации, крупнейшим центром тяжелой и легкой промышленности. Город является частью экономического региона Бахайское кольцо. По состоянию на 2009 год ВВП на душу населения составлял 62 тысячи. Юаньи. По отраслям, превалировала промышленность. 54,8%. Она же была наиболее быстро растущей сферой экономики Тинцзине. Совокупный чистый доход при пересчете на душу населения в городе составил 21 тысячу. Юаньи, что в реальном выражении означало рост на 10,3% к предыдущему году. Аналогичный показатель для сельской местности составил 10 тысяч. Юаньи. На сельскую местность приходится около 40% площади муниципалитета города Тинцзинь. Основная продукция сельского хозяйства – пшеница, рис и кукуруза. Важным промыслом является прибрежное рыболовство. На территории городского муниципалитета находятся запасы нефти в размере около 1 миллиард тонн. Основные месторождения расположены в районе Дадан. Важным элементом региональной экономической структуры являются добыча и производство соли, а регион Чанлу Яньцэю известен по всему Китаю как промышленная база по производству соли. Еще одним ресурсом Тинцзине являются геотермальные источники энергии. В районе Тинцзине впервые на территории КНР были обнаружены запасы марганца и бора. Тинцзинь – важная промышленная база КНР. Главные виды промышленности – химическая, нефтехимическая и текстильная промышленность, авиастроение, автомобилестроение, судостроение, фармацевтическая промышленность, металлургия, электроэнергетика, производство строительных материалов, бумаги, пищевых продуктов, напитков, промышленного оборудования и упаковочных материалов, приборостроение, электронная и оптическая промышленность, металлообработка. В городе расположен завод компании Airbus для сборки лайнеров класса Airbus A320 и Airbus A350, официально открывшийся в 2009 году. В данном проекте партнером европейской корпорации выступила государственная группа AVEC. Также в Тинцезине расположен и вертолетный завод AVECAPTER. Тинцезинь является крупным центром фармацевтической и биотехнологической промышленности, здесь базируются такие известные производители, как T-Engine Pharmaceutical Group, CanSignal Biologics, Tines Group, Kwanjan Group и Tassley Holding Group. Кроме того, в городе размещаются верфи T-Engine Xenhe Shipbuilding Heavy Industry, трубопрокатный завод T-Engine Pipe Corporation, завод по производству крупногабаритных тоннелепроходческих комплексов China Railway Engineering Equipment Group, часовой завод T-Engine Seagull Watch Group, завод оптики Sunny Optical Technology. В Тинцезине базируются региональные коммерческие банки China Bahai Bank и Bank of T-Engine, а также крупная страховая компания Haxialife Insurance и Тинцезиньская биржа по торговле углеродными квотами. В Тинцезине строится много жилой, офисной и торговой недвижимости. Крупнейшим девелопером города является частная группа Sonak China Holdings. Самыми высокими зданиями Тинцезине являются Golden Finance 117, 596 метров, финансовый центр FTV, 530 метров, Modern City, 338 метров, Тинцезинский всемирный финансовый центр, 337 метров, и Цезинь Вань Плаза, 300 метров. По состоянию на 2019 год минимальный размер оплаты труда в Тинцезине для работников, занятых полный рабочий день составляет 2050 юаней, 289 долларов 90 центов, в месяц, тогда как для работников, занятых неполный рабочий день, 20,8 юаня, 2 доллара 94 цента, в час. На различных направлениях работают местные и иностранные компании-авиаперевозчики. Множество логистических компаний занимается сортировкой, складированием, распределением, процессингом. На базе данных зон создается крупнейшая процессинговая зона и база авиаперевозок в Северном Китае. Тинцезинская зона экономического и технического развития БААДИ. Тинцезинская зона экономического и технического развития. ТЭДА. Тинцезинская процессинговая экспортная зона. Тинцезинская процессинговая экспортная зона располагается на территории в 2,54 километров северо-восточной части Тинцезинской зоны экономического развития. Зона развития в фазе 1 составляет 1 квадратный километр. Одна из базовых характеристик зоны – развитая транспортная сеть и система связей. Расстояние до Тинцезиня – 40 километров, до Пекина – 145 километров, до Тинцезинского порта – 5 километров. Свободная торговая зона Тинцезинского порта – крупнейшая свободная торговая зона на севере и северо-востоке КНР. Проект создания зоны был принят госсоветом в 1991 году. Располагается в 38 километрах от Тинцезинского международного аэропорта Беньхай, примерно в 30 километрах от города, и менее чем в километре от верфи. Тинцезинская – государственная морская высокотехнологичная зона развития Танго. Зона была основана в 1992 году, а в 1995 году госсовет КНР присвоил ей статус государственной высокотехнологичной зоны развития. Зона – единственная в КНР, обладающая таким статусом, в которой развивается морская индустрия и высокие технологии одновременно. По состоянию на 2008 год, в зоне работало 2068 корпораций, которые работали в следующих отраслях. Разработка новых материалов, переработка нефти, производство современных машин и оборудования, а также радиоэлектронного оборудования. Морской порт Тинцзинь является крупнейшим портом страны по импорту жиженного природного газа. Основные объемы СПК поступают из Австралии, России, Индонезии, Малайзии и Сингапура. Крупнейшим терминалом по разгрузке СПК владеет компания SinoPack. Другим газовым терминалом совместно владеют компании China National Offshore Oil Corporation, Tienjen Gas и Tienjen Port Group. Кроме того, важное место в грузообороте порта занимают контейнеры, импорт железной руды, главным образом из Австралии и Бразилии, и автомобилей. Оператором Тинцзиньского порта является государственная Tienjen Port Group Company. Порт Тинцзини входит в десятку крупнейших контейнерных портов мира. По итогам 2020 года морской порт Тинцзини обработал 18,35 миллиона стандартных контейнеров, что на 6,1% больше, чем в 2019 году. За первые 7 месяцев 2021 года грузооборот порта Тинцзинь превысил 300 миллионов тонн, а оборот контейнеров составил 13,48 миллиона тю, увеличившись на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Скоростные дороги. Тинцзини говорят на разновидности северного диалекта китайского языка, тинцзиньском диалекте. Несмотря на географическую близость к Пекину, тинцзиньский диалект существенно отличается от пекинского, на базе которого был создан Путунхуа. Основой местной кухни является большое количество морепродуктов, что связано с близостью к морю. Наиболее часто встречается в меню блюда Бодавань, которая состоит из восьми мясных блюд, находящихся в восьми разных чашках. Отсюда и происходит его название. Появление подобного блюда относится к династии Цин. Также распространено блюдо Сыдаба, комплексное или банкетное блюдо, к которому относится большое количество мясных продуктов и субпродуктов, а также морепродукты. Кроме этого, тинцзинь известен своими закусками. Так, традиционной разновидностью Бао Цезы здесь является Гаубуля. Кроме того, известна разновидность закусок Махуа, Гуй Фасян. Эрдаянь – это местная традиционная торговая марка пирожков. Тинцзинь – это дом пекинской оперы, разновидности китайской оперы. Также тинцзинь известен своими комедийными актерами и собственно этим жанром по всему Китаю. Выдающиеся китайские комедианты Год Деган и Ма Санли иногда в выступлениях использовали тинцзиньский диалект. В 15 километрах от Тинцзини расположен поселок Ян Люцейн. Кроме того, что он является центром района Си Цин города Тинцзини, он еще известен собственным видом искусства, традиционными картинами на темы Нового года. Еще одним традиционным видом искусства являются глиняные статуэтки Чжана. Тинцзиньский университет. Основан в 1895 году, первый университет в Китае. Введение Национальной ассоциации гражданской авиации КНР. Международное образование представлено Тинцзиньским центром подготовки, который был открыт в 2006 году Международным университетом Флориды. Проект является совместным детищем местного правительства и университета, базирующегося в Майами. В городе несколько футбольных команд, представляющих Суперлигу Тинцзинь Теда и Первую лигу Тинцзинь Санцзян. Также есть баскетбольная команда, выступающая в Северном дивизионе Китайской баскетбольной ассоциации Тинцзинь Жунган. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.